Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, братья и сестры, все любящие чтения Слово Божие. Мы продолжаем с вами изучение послания апостола Павла к римлянам на библейском интернет-портале экзегет.ру. И сегодня мы с вами рассмотрим вторую главу. Итак, продолжает свою мысль апостол Павел, которую он начал в первой главе. Итак, пишет он, неизвинителен ты всякий человек, судящий другого. Ибо тем судом, каким судишь другого, осуждаешь себя, потому что судя другого, делаешь тоже. Так начинает апостол Павел вторую главу, и она будет посвящена практически именно этой теме, теме осуждения. Заметьте, как мудро действует апостол Павел в своем наставлении. Ну и, конечно же, это божественное откровение. Богочеловеческая книга, священное писание. Сначала он говорит и обличает все грехи, которых мы говорили, что человек, который не имеет Бога в разуме, он, Бог ему посылает постыдные страсти вот эти. То есть, сам человек, впадая в них, и сам, не имея Бога в разуме, как здесь сказано, лучше прочитать. И как не заботиться о немедленности Бога в разуме, то предал их Бог, да, превратному уму. И далее, блуд, лукавство, убийство, все, что мы с вами перечислили. И когда так апостол обличил этих людей, здесь он переходит, немножко меняет интонацию и говорит о том, что «а ты не осуждай такого человека», особенно внешнего. Помните, как сказано в Священном Писании, «внешних судит Бог», внешних. То есть, людей, которые находятся вне церкви, блудники, пьяницы, разбойники и прочее, не имеют права они приходить к церковному суду. Это не их сфера. И мы не можем их как-то отлучать или что-то еще, даже осуждать, апостол Павел пишет, потому что эти люди находятся в состоянии страстей. Поэтому, помните, в одном из посланий апостол Павел пишет так, «а с блудником даже и не есть вместе». Не говорю, говорит, с блудником вообще, но с тем, который называет себя братом, остается в блуде, то есть, в беспокоенном состоянии. Вот с таким, который блуд и другие страсти ввел в состояние нормальности, а называет себя христианином. То есть, речь идет именно об этом. Поэтому апостол Павел Обличиев сразу говорит, обращается к римской общине, говорит, но вы не судите внешних, не осуждайте их. Не для этого Бог вас призвал в чудный свой свет, а для чего? То, с чего свое послание начинает апостол Павел, для благовествования. Поэтому он им говорит, им в первой главе, вы между ними, благовествовать им о том, что грех есть грех, а свет Божий и праведность Божия есть праведность Божия. Вот это очень важно заметить, после таких резких слов такой переход. Да и сам Спаситель, в общем-то, говорит, не судите, да не судимы будете. Имеется в виду, не для этого мы призваны, чтобы ходить и осуждать этот мир. Ибо каким судом, говорят, судитесь, таким вы осуждены будете. Вот эта тема суда, она как раз будет сейчас во второй главе. Далее мы читаем. А мы знаем, что поистине есть суд Божий, видите, апостол Павел говорит, не ваше дело судить этих людей. Есть суд Божий на делающих такие дела. Неужели думаешь ты, человек, что избежишь суда Божия, осуждая делающих такие дела и сам делая тоже? Видите, он опять прибегает к обличению. А если у вас вообще не есть то же самое? Разве нет у вас блудного помысла? Есть. И тогда разве нет у вас еще там какого-нибудь помысла, злобы, коростолюбия или обмана, или обиды какой-либо, или похвалы, или гордости? Все это есть. А помните, как Спаситель говорил в Новом Завете, в Евангелии? Он так и говорил, что тот, кто подумал или посмотрел с вожделением мужа, совершил этот грех в сердце своем. То есть христианство, оно призывает человека к борьбе внутри себя, а не вне. Мы часто это путаем. Мы начинаем махать флагами, нам не нравятся те блудники, эти там развратники, демонстрации и прочие вещи. Насколько это по-христиански? Это вопрос. Вопрос серьезный. Потому как Господь нас призывает именно в первую очередь бороться со своими страстями. И своим образом жизни явить этому миру, и проповеди Евангелия, явить этому миру, что есть путь спасения. Или пренебрегаешь, говорит, богатство благости, кротости и долготерпения Божия, не разумея, что благость Божия ведет тебя к покаянию. Вот для чего благодать. Чтобы измениться. Чтобы не быть таким, не впасть в состояние осуждения. Опять же на горную проповедь. Что ты смотришь на сучок в лазе брата своего, а в своем бревна не видишь. Мы привыкли так. Действительно свое, но, как говорят, не пахнет. Да, вот от чужих. Прямо воняет. Но по успорству твоему, продолжает апостол Павел в пятом стихе, и нераскаянному сердцу ты сам себе собираешь гнев на день гнева и откровение праведного суда Божия. Видите? Это несколько раз уже апостол Павел об этом повторяет. Это все для тех, кто не верит, что будет суд Божий, и для тех, кто говорит о том, что Бог — это любовь, и только любовь. Нет. Есть и праведный Божий гнев. Он отличается от гнева человеческого по страстям. Бог бесстрастен. И, как апостол Павел скажет о нем, нелицеприятен. То есть Бог будет судить по правде, по своей правде, по правде любви. Но это не будет любовь, потворствующая страстям и грехам. Это будет любовь настоящая, Божия. Поэтому это для тех, кто говорит о том, что нет никакого гнева, и суда никакого нет. Читайте апостол Павел. Который, сказано, воздаст каждому по делам его. Тем, которые постоянством в добром деле ищут славы. Видите? Постоянством в добром деле ищут славы. Некоторые скажут, что такое? А должен ли православный христианин, миссионер, искать себе славы? Себе нет. А Бог — да. Первый царств, посмотрите. Первый царств, по-моему, первая глава, 20 стих. А давайте проверим. У нас же рядом все еще написание. Первый царств, 2.30. Ну, конечно, Первый царств. «Посему так говорит Господь». Это Первый царств, 2 глава, 30 стих. «Посему так говорит Господь, Бог Израилев. Я сказал тогда, дом твой и дом отца твоего будут ходить перед лицом моим вовеки. Но теперь, — говорит Господь, — да не будет так, ибо я прославлю прославляющих меня, а бесславящие меня будут посрамлены. Прославлю прославляющих меня». Вот кого надо прославлять. И нужно ли искать славу? Да, какой? Слава Божией. А если мы прославим Бога, то Бог прославит нас. А если Бог захочет прославить нас, кто может этому воспрепятствовать? Никто. Помните слова Максима Исповедника? «Я и Бог». Это уже большинство. Причем подавляющее. Ну, некоторые вот меня тут говорили, студенты, что искали, не нашли у Максима Исповедника этого текста. Ну, ему приписывается. Ну, где? Надо найти. У кого-то из отцов он, значит, есть. Потому что бывает при переписке что-то приписывается, какие-то тексты другим из отцов. Такое случается. Но, тем не менее, текст в святой отечественной литературе есть. Итак, тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, жизнь вечную. Вот чего надо искать. Ищите прежде Царствие Божие. И правда его. А все остальное приложится вам. Жизнь вечную. Что ищем мы? Мы ищем совсем другое. Ну, вот буквально тут иногда так получается в нашей жизни, да, что одни люди собрались продать машину. И они подумали, ну, надо как-то вот там, может, чтобы продать, чтобы другую там купить. Но муж был довольно решительно. Он сказал, ну, какую цену дадут, такую дадут. Ну, жена как-то хотела, чтобы не совсем было так, а все-таки побольше. И приехали. И вдруг жене нам показалось, что, ну, эти люди, они какие-то мошенники. Там они выявлять начали некоторые факты. И она так испугалась и очень сильно переживала. И домой вечером пришла. Муж на это кивал только головой, отвечал спокойно. Ну, как будет, так будет. На все волю Божией. Ну, посмотрим. Ну, не нравится нам здесь поедем другим. И потом был такой вопрос. А чего ты боишься? А я боюсь, что меня обманут. Ну, разве это грех, что обманут тебя? По-моему, грех в другом, что обманешь ты. Как Господь говорит, главное, чтобы никто из вас не пострадал. Как пьяница, убийца, там, обманщик. Ну, если несправедливо, или тем более за имя Божие, то в этом нет греха. Чего же здесь бояться? Чего же волноваться, что кто-то обманет нас? Ну, обманет, обманет. Грех быть на нем. Другое дело, если мы начинаем искать земную выгоду, а не ищем Царствие Божие вечной жизни. Тогда, конечно, для нас это может иметь какое-то значение. Но главное вовремя отрезвиться. Главное вовремя покаяться, перекреститься, что и было, в общем-то, сделано. И сказать, слава Богу за все. Поэтому тем, которые упорствуют, не покоряются истине, воле Божией, но предается неправде, ярости, гнев. Скоро петеснота всякой души человека, делающих злое, во-первых, иудеи, потом елина. Почему здесь часто апостол Павел говорит, во-первых, иудеи, потом елина? Потому что, как сказано и в другом месте, кому много дано, с тобой много и спросится. Почему? А потому что иудеям очень много было дано. Это все ветхозаветные откровения. Поэтому сначала спрос будет с иудеев, а потом уже с елина, в которой жили по естественному закону, который вложен в каждое творение Божие и в человека, в том числе, вне зависимости от национальности и вероисповедания. У всякого человека есть понятие справедливости, о добре и зле, которые, в общем-то, согласуются в большей мере с Законом Божиим. И вот этот стих, которым я говорил, одиннадцатый, «Ибо нет лицеприятия у Бога». Да, это нужно всегда помнить. Блажен, говорит, псалмопевец Давид, человек, которому Господь не вменит греха. Но не вменить греха Господь может тому человеку, который в нем раскаялся. Уже снова и снова повторю. За саму борьбу со страстями и с грехами, не просто формально, ну ладно, Господь побежал там, а действительно покаялся, там поисповедовался, да. А действительно, когда человек становится на этот путь, не впуская внутрь себя все злое и противящаяся воле Божией, пресекает его молитвой, постом, чтением Священного Писания, не разжигает, не распаляет в себе страсти, этот человек, по выражению отцов церкви, он будет Богом помилован. Только не кающийся грешник не милуется Богом. А что значит не кающийся? То есть не обращающийся к Богу. Бог не может нарушить, не то, что Бог не хочет, он не может нарушить свободу воли человека, его свободное воле и заявление. А вот как раз состояние покаяния, это и есть свободное стремление к Богу. Те, которые, не имея закона, согрешили вне закона и погибнут, а те, которые под законом согрешили, по закону осудятся. То есть здесь говорится о иудеях еще в ветхозаветных. Апостол Павел рассуждает о ветхозаветных иудеях. Об этом пишет свидетель А. Златоуст и другие отцы. Потому что не слушатели закона праведны перед Богом, но исполнители закона оправданны будут. Действительно, недостаточно слушать. Экзегет и все, которые есть на нем, удивительные толкования священного писания многими преподавателями и известными людьми на этом портале. Не только слушание. Но без слушания тоже сложно понять, а как правильно исполнить волю Божию. Без теории, как говорят практики, невозможно. Как сказать человеку, садись в машину, поезжай. Или там еще что-то. Не выучив алфавита, набери, читай. Никак невозможно. Сначала теория, а потом человек уже сможет ее использовать практически. Начнет чтение, а после чтения может сделать. Да. А если хорошую книжку он читает. То, что в этой книге сказано. Поэтому так. Потому что не слушатели закону праведны перед Богом, но исполнительный закон оправданным будут. Ибо когда язычник, не имеющий закона по природе, законный делают, то не имея закона, они сами себе законы. Известно. Я уже об этом сказал выше. Что у каждого человека. Об этом Авдорофей пишет преподобный. Его учение о совести. Он в этом сочинении по учению, а там есть раздел сочинения, он так и пишет, что как искра Божия, вот этот естественный закон вложен в каждого человека. Закон совести. Подсказывающий человеку, что добро, что и зло. Они показывают, что дело закона у них в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую. То есть, когда человек думает, поступить, не поступить, но голос совести подсказывает, то нет, хватит уже врать, восстановись. В день, когда по ловиставанию моему, Бог будет судить тайные дела человека через Иисуса Христа. Вот что Бог будет судить. Не только явные дела, но и тайные. То есть, внутренние, которые, казалось бы, никому сейчас и внутренние, которые, казалось бы, никто никогда не узнает. Но мы помним слова. Ничто. Все тайное станет явным. Когда? На суде Божьем откроется все. Для чего? Что Бог как-то хочет какую-то месть человеку? Нет. Для чего? Для того, чтобы все поняли, увидели, в том числе и бесы, и дьявол, и другие люди. За что Бог этого человека оправдал, глядя на его внутренность, а дела, может быть, людям по их рассуждениям, казались не очень его уж хороши. А этого осудил. А хотя по наружности он был, ой-ой-ой, какой хороший, симпатичный, всегда вкусно пахнул. Да. Ну вот, он оказался в том месте, где пахнет не очень хорошо. Вот ты называешься иудеем и успокаиваешь себя законом, и хвалишься Богом, и знаешь волю его. И, разумеешь, видите, опять к иудеям обращается, кому много доноста, много спросится. И знаешь волю его, разумеешь, лучше научайся из закона, и уверен на себе, что ты путеводитель слепых, свет для находящихся во тьме, наставник невежд, учитель младенцев, имеющий в законе образец ведения и истины, как же ты, уча другого, не учишь себя? Проповедование крась, крадешь, говоря не при болействею, пролюбодействуешь, гнушаясь идолу святотатствуешь, хвалишься законом, а перед вступлением закона бесчистишь Бога. Бесчистишь Бога. Ибо ради вас, как написано, имя Божие хулицу язычников. Эти слова можно применить и к православным христианинам, особенно к нам с вами, к катехизаторам, миссионерам, преподавателям. Очень ярко они звучат по отношению к нам. Как ты, можно сказать, называешься христианином, учишь другого человека не красть, не обманывать, и все, что здесь переключает. Перечисляет апостол Павел, хвалишься законом, что ты учитель, а сам не делаешь, и не стремишься даже делать то, чему учишь. Советую всем преподавателям на ночь перечитывать эти стихи. Да, очень полезно. Далее он говорит, что обрезание полезно, если исполняешь закон, а если ты преступник закона, то обрезание твое стало необрезанием. Это спор, который шел внутри, как мы помним, как вы помните. И даже на Первом апостольском соборе 49-52 года, в Иерусалимском соборе, где председатель стал апостол Иаков, там вопрос был именно этот. Вопрос, надо ли христианам, когда они входят в церковь, обрезываться, соблюдать закон Моисеев. И причем там вопрос стал даже ребром. Помните, в Деянии апостолов иудеи сказали, если не обрежутся, не спасутся. Это сказали иудеи, те, которые уже были христианами. То есть вопрос очень серьезный. Вопрос сатирологии, спасения. Не просто так, если не обрежутся, то мы с ними общаться не будем или кушать не сядем. Нет, вопрос был очень серьезно поставлен. Не спасутся, а самым главным в деле временной жизни человека спасется или не спасется. И что же там? Апостолы сказали, «Изволите нам, изволите Духу Святому и нам». Деяние 15.28. Не налагать на вас никакого бремени. Кроме, они перечисляют, удавлены, блуда, воздерживаться. Еще там несколько правил. И как хотите, чтобы с вами поступали идол жертвенного, так и вы поступайте с другими. Будьте здоровы. И что вы хотите, себе не хотите, можете почитать. Итак, мы видим, что на самом деле эти слова можно отнести опять же и к нам сегодня, к христианам. Не то крещение полезно, которое просто покрестили и убежали, и больше никогда в храм не заходили. Но тот христианин, кто таков не просто одевший крестик при крещении, а кто таков по образу жизни. По образу жизни. И не тот христианин, который просто ходит в церковь, исповедуется, причащается, а потом творит дела без чести. Такое тоже, к сожалению, не часто, но встречается. Поэтому здесь апостол предупреждает и говорит, ибо ради вас, как написано, имя Божие хулится у язычников. Почему так? Потому что в другом месте апостол пишет, вы письмо Христово. То есть люди часто судят о нашей вере, о нашей церкви именно по нашему поведению. Люди не могут читать наши мысли, не могут знать, каково наше чувство, но по нашему поведению они судят о Христе и о христианах. Раз они верят, как по принципу, скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Господь нам говорит, вы друзья мои, уже не называя вас рабами. Мы носим имя Христа, христианин. Поэтому есть о чем подумать. И апостол, обращаясь здесь к иудеям, продолжает. Итак, если обрезанный соблюдает постановление закона, то его обрезание не меняется ли ему в обрезании? И не обрезанный по природе своей исполняет закон? Не судит ли тебя преступника закона при писании обрезания? То есть он опять говорит, что закон написан у человека в сердце. Надо обращать на внутреннее и свои поступки исполнения, а не просто на обрядовую сторону крещения, скажем, то, что мы перевели на этот язык, на язык современный. Ибо не тот иудей, или можно сказать, не тот христианин, кто таков по наружности, и не то обрезание, то есть не то крещение, которое наружно, по плоти, но тот иудей, кто внутренне таков, и то обрезание, которое по сердце, по духу, а не по букве, ему похвала не от людей, но от Бога. Не тот христианин, кто такой просто по букве, по названию, но тот, кто такой по духу. Поэтому церковь и призывает, и преподобный Серафим Саровский так и говорил, стяжи дух святой. А как его стяжать? Ну, понятно, как стяжать, например, заработать деньги. Надо утром. Ну, во-первых, устроиться на работу. Прежде чем устроиться, надо получить специальность. Потом пойти устроиться на работу. Устроишься на работу, там вам соберут, надо собрать характеристики, там еще куча документов, правка, 86-я форма, что вы здоровы. Что еще надо? Ну, много чего. Утром надо вставать, надо соблюдать определенный режим рабочий, то есть с 8 до часу, с часу до 2 обед, не дай бог, опоздать, опоздать, штраф и прочие вещи. Утром встаете, идете на работу, приходите, выходные, то есть, чтобы заработать и стяжать материальные средства, есть определенный порядок жизни, который определяется кем? Начальником, работодателем. Странно, почему мы думаем, что духовная жизнь, она богом никак не должна регламентироваться, все должно быть как-то так вот само по себе. Снова напомню слова спасителя. Ищите прежде царствие Божие и другие слова. Царствие Божие усилием берется и прилагающее усилие восхищает его. Поэтому, чтобы стяжать Дух Святой, необходимо чтение, необходима молитва, необходим пост. Это все условия, помните, таинства. Это все условия. Тот же преподобный Серафим Саровский говорил, что это условия, которые необходимо соблюдать для стяжания вот этой благодати. И тогда, он говорит, стяжи Дух мирен, то есть, если мы начнем этим всем заниматься, чтением, вхождением на службы, деланием добрых дел, милосердия, сострадания и прочее, тогда действительно это вот и будет состояние стяжания Святого Духа. Тогда люди, видя это, как мы его стяжаем, как мы работаем неустанно, да, на то, чтобы любить Бога и ближнего, тогда, конечно, вокруг нас соберутся тысячи людей. Они тоже, видя это, пожелают быть такими, видя доброту. Вот о чем пишет апостол Павел во втором послании, во второй главе. Поэтому здесь несколько сразу ответов, что будет и суд Божий, и что суд Божий нелицеприятен. Как избежать суда? Очень просто. Вера в Иисуса Христа, исповеданием, покаянием. И апостол Павел, как мы видим в конце второй главы, предупреждает, что может быть и лицемерное звание человека носить иудея или христианина. И поэтому призывает нас быть внимательнее к делу своего спасения. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok